Дорогие мои друзья, в предыдущем видео мы с вами затронули причину, откуда взялся рак. Мы с вами рассмотрели то, что известно сегодня, происхождение онкологии. Я вам поделилась своим мнением. Сегодняшнее видео о том, о факторах, которые помогают развиться раку. Это очень злободневная тема, поэтому я прошу вас поставить пальчик вверх, чтобы это видео стало заметно большему количеству людей, чтобы мы могли спасти себя, своих близких и родных, продлить чью-то жизнь, улучшить качество жизни и не заболеть раком, и сделать все возможное, что в наших силах, чтобы мы, наши любимые, были здоровы. Значит, рак, онкология, метастазы, стадии рака, происхождение. У меня рак. Эти видео вышли до видео, которое я записываю сейчас. Прослушайте эти темы. Мы сможем защититься от этой большой беды. Я начала эту непростую тему. Это самое сложное, о чем мне приходится говорить каждый день, потому что с онкологией столкнулась я. Мне ставили этот диагноз. Полгода я жила с раком. От онкологии умер мой отец, и умерли несколько моих знакомых и друзей. Но есть и хорошая новость. От правильно замеченного опухольного процесса есть те, кто в моем круге вылечились, кто принял лечение, вовремя обратился, и живут до сих пор уже больше 20 лет после поставленного диагноза. Поэтому сегодняшняя тема – факторы, помогающие развиться раком. Поставьте пальчик вверх, чтобы многим было полезно это видео, чтобы многие могли спастись. Итак, факторы, которые помогают развиваться раку. Первое – экологически неблагоприятная обстановка. Что сюда включается? Выхлопы, выбросы производств, костры, сгорание, различные вредные производства – это первый фактор, который приводит к раку. Дальше – курение и пассивное курение. Пассивное курение – это когда рядом кто-то курит. Вы не курите, но рядом с вами курят. Постарайтесь изолироваться от таких людей. У меня есть среди моих знакомых двое людей, две мои знакомые, у которых курили мужья. Но от онкологии умерли женщины, этих мужчин, которые даже не пробовали курить. От рака лёгких умерли две женщины. Поэтому курение – это тоже большая беда. И даже если вы не курите, но находитесь рядом с таким человеком, вы даже в большем риске, чем они. Потому что вам вреднее получается даже ситуация, чем у того человека, который курит. Дальше – неправильное питание. Мы мало употребляем фруктов, овощей и витаминов. А это очень плохо сказывается на нашем здоровье. Как можно больше кушать чистых фруктов и овощей? А если у вас есть какой-то небольшой хотя бы кусочек земли, выращивайте свои фрукты и овощи, чтобы они были экологически чистыми, не используя пестицидов и всяких вредных средств в выращивании полезной еды. Дальше, за счет нашего образа жизни, мы очень мало двигаемся. Физическая активность снижена. Лишний вес – отсюда тоже большой риск заболеваний. Обращение за помощью на поздних стадиях заболевания. Далее, некоторые хронические процессы. Гепатит, вирус папилломы человека. Много еще хронических заболеваний, которые приводят к раку. Но нам важно насторожиться. Если мы знаем, что у нас есть какой-то хронический процесс. Например, допустим, был гепатит. Или же холецистит. Или же камни в желчном. Или часто у нас болят почки. Или мы страдаем легочными заболеваниями. Обратить внимание на этот орган, укрепить его, подлечить, подтянуть и быть все время на чеку. Далее, девятая причина. Это физические, природные причины. Одна из них – ультрафиолет. Ультрафиолетовое излучение. Это то, когда нам говорят, что меньше быть на солнце. Не быть в критические часы на солнце. Или же там работа, связанная постоянно под солнцем. Защитить максимально кожу, защитить себя. От этого неблагоприятного фактора. Когда в солярии девушки, женщины любят солярий. Это тоже небезопасная процедура. Химические канцерогены, которые вокруг нас. У нас их очень много. Не буду я перечислять здесь их все. Но, приведу хотя бы один пример. Наши дома накрыты шифером. Так вот, азбест – это очень вредный компонент. Он очень канцерогенный. Поэтому постараться избегать этого средства в том месте, где мы находимся. Дальше. Паразиты. Если у нас глисты. Глистные инвазии. Бактерии одолевают нас. Или же вирусные заболевания. Инфекции. Частые инфекции. Есть тоже одна из версий, что это тоже приводит к раку. Стрессы. Стрессы – очень частая причина возникновения онкологии. Спокойные люди, культурные люди очень часто болеют этой бедой. Те люди, которые переносят стресс, не показывая окружающим, что они вот в таком состоянии. Вот эта категория людей очень подвержена онкологии. Далее. Диеты. С диетами столкнулась и я. Что делать? Диеты держать умею. Худела. Но после этого были большие проблемы со здоровьем. Одна из опаснейших диет, на крючок которой попалась была и я – диета Дюкана. Эта диета самая страшная, потому что много случаев, кто бы что ни говорил, онкологии или же хронических заболеваний, которые связаны именно с этой болезнью, с этой диетой. Подагра, заболевание почек, с этим столкнулась и я. Похудев на 12 килограмм, возникли очень серьезные проблемы с здоровьем. Я говорю об этом правду, потому что свидетели, мои коллеги, мои близкие и родные, они знают, что было со мной после 7-месячной диеты. Дальше. Гормональные факторы. Лечение гормональными препаратами, бесконтрольное лечение, неправильно подобранное лечение или же нарушение гормонального плана в организме. Неблагоприятные условия труда. Да, аптека, кстати, тоже сюда относится, но самые страшные места – это магазины бытовой техники. У меня три знакомые, работающие в магазинах типа «Золушки», где маленькие киоски, закрытые, забитые бытовой техникой. Нету трех моих знакомых, девушек молодого возраста. Также нету моего папы, который умер в 67 лет. Он проработал больше 30 лет на урановом производстве, на уране. То есть вредные условия труда. Наследственность. Если у вас в роду кто-то болел онкологией, будьте постоянно на чеку. И воздействие радиации. Кто чаще страдает? Мужчины. Мужчины на 15% больше страдают, чем женщины. Почему? Потому что мужчины в более неблагоприятных условиях постоянно находятся. Плюс мужчины чаще всего ведут неправильный образ жизни. Это алкоголь, это курение. Жители крупных городов. Там больше загрязнение возраста, чем в сельской местности. В сельской местности есть районы, где все было завалено пестицидами. И там тоже очень вредно. Дальше, как ни странно, хорошо питающиеся люди. У которых деньги есть на хорошую, как у нас называют, еду. Лучше питаться чистыми зерновыми, бобовыми, чистыми фруктами и овощами, чем копченостями, колбасы. Очень много. Чем больше всяких хе, красителей, ароматизаторов. Вот это очень большая беда. Лучше самим готовить, терять два часа, там пусть в неделю больше времени, но приготовить самим еду, чем купить готовую. Также категория те, кто, кому за 60. Люди. Следующая категория. Пережившие сильнейший стресс. Живущие в стрессе. Что же делать? Если учесть все вот эти вот факторы, о которых я сейчас говорила, то каждый из нас в группе риска. Как мы можем обеспечить себе полную безопасность? Кроме того, что было перечислено, слушаем внимательно, делимся с друзьями, говорим об этом. Самообследование. Самообследование. Только где-то что-то. Почувствовали что-то неладное. Лучше пойти и переконтролироваться у врача. Переспросить. Найти информацию на эту тему. Доверять врачам. Поверьте мне, редко мы попадаемся на коварных людей в белых халатах. В основном это люди, чистые, с чистым сердцем. Никто не хочет, поверьте мне, вашей смерти. Доверять врачам и быстро, быстро, быстро действовать. Анализы, онкомаркеры, регулярные УЗИ. И улучшить вот все перечисленные факторы, о чем я говорила. Улучшить образ жизни, питание, среду жизни. Проверить, нету ли в наших жилищах грибков каких-то, плесени. Нету ли грибков на нашем теле. И если мы внимательно обдумаем каждый вот этот вот риск, каждый фактор из моего видео, поделимся с друзьями и будем мудрыми и поймем, как опасно это все, мы будем живы, мы будем здоровы. Будут живы наши близкие и родные люди. Те, кого мы любим, кто любит нас, будут с нами. И мы будем жить и наслаждаться нашей жизнью. Поэтому, я думаю, это видео очень было полезно. Поэтому ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями информацией. И постараемся вместе с вами жить долго и счастливо. Следующее видео будет на тоже тяжелую тему. Почему так тяжело победить рак? Но мы с вами справимся. Всего доброго, мои милые слушатели!